В эфире на Вести ФМ-103 Дагестанское радио. Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире Росгвардия и у микрофона Канила Макаева. От них не скроется ни одна мина, ни один снаряд. 24 января отмечается День инженерной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации. В этот день, в 1947 году, в Главном управлении внутренних войск МВД СССР была образована инженерная служба. Ну а сегодня в гостях офицер специального моторизованного полка Махачкалинского соединения Росгвардии, капитан Алексей. Здравствуйте! Здравствуйте! У нас, точнее у вас, профессиональный праздник. Все верно. У нас впереди два профессиональных праздника у специалистов, именно саперов, инженеров. Впереди 21 января у нас будет праздник День инженерных войск. Оттуда свое начало мы и взяли. И 24 января уже будет праздник День инженерной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации. Начну я, пожалуй, с образования инженерных войск, потому что это наши прародители. 21 января 1701 года образовались они, свою историю они взяли. От указа Петра Первого он образовал пушкарскую школу в Москве. Там готовили офицеров артиллерии и инженеров. В дальнейшем инженеров вывели в отдельный род войск, они как бы обучались по своей программе. Для Петра Первого инженерные войска были очень значимы, и для всех он возвел офицеров инженерных войск на ранг выше, чем офицеров пехоты и кавалерии. Вообще инженерные войска принимали участие во всех войнах, во всех сражениях, то есть без них никогда не обходилось. Никто не мог действовать без их участия. И в Отечественной войне они участвовали, и в Русско-Японской войне, в двух мировых войнах. Значительный вклад внесли в ликвидацию последствий на Чернобыльской АЭС. Сыграли важную роль в обеспечении боевых действий в Афганистане. Ну и разрешение таких конфликтов, как в Таджикистане, в Сирии, на Горном Карабахе, сейчас принимают активное участие в проведении специальной военной операции по демилитаризации, демилицификации Украины. В настоящее время инженерные войска – это специальный род войск, который требует официальной подготовки личного состава. То есть это очень опасная работа. И плавно перейдем уже к дню инженерной службы войск национальной гвардии. Точно такие же специалисты в данном роде войск у нас. Характер и объем задач схож, но имеют свои нюансы. Задачи, которые выполняют инженеры именно Росгвардии – это инженерная разведка противника местности и объектов, фортификационное оборудование рубежей позиций района, устройство и содержание инженерных заграждений, производства и разрушений, установка минных полей – это чтобы люди понимали. Проделывание проходов в инженерных заграждениях и разрушениях. То есть это то же самое уже противник установил к нам минные поля, мы проделываем проходы в них, чтобы могли продвигаться наши войска. Подготовка и содержание путей движения войск, полевое электроснабжение, полевое водообеспечение. Важную роль играют вскрытие и имитации важных районов и объектов с применением средств инженерного вооружения, местных средств и материалов. Инженеры вносят значительный вклад в обеспечение всех специальных операций. В контртеррористических операциях на Северном Кавказе внесли огромнейший вклад. Сейчас в зоне СВО на Украине незаменимый вклад, то же самое. Очень много работы выполняют. Не обязательно прям в зоне боевых действий, уже в тыловых зонах, очень много не разорвавшихся снарядов, где работа находится для инженеров. То есть нужно оберегать местное население, чтобы и дети, и просто обычные мирные жители могут подорваться на этих минах. Поэтому работа есть всегда у нас. Алексей, вот вы сказали в первую очередь, что это очень опасная работа. Почему вы для себя выбрали эту работу? И вообще где готовят у нас специалистов-минженеров? Ну для себя я выбрал эту работу, потому что я с детства не искал легких путей, всегда хотел быть боевым офицером. Семь лет я занимался в Центре добровольной подготовки к военнослужбе, проходил определенную программу подготовки. И решил стать офицером. Сам я с города Тюмени родом. И там военное училище было, именно Тюменское высшее военноинженерное командное училище. Туда я поступил и окончил. Стал офицером именно инженерной службы. Работа действительно опасная. Не зря говорят, без права на ошибку. Вообще девиз инженерных войск это без нас никто. То есть ни одно формирование не может выполнить задачу без инженера. Сейчас подготавливают инженеров для войск национальной гвардии в Пермском военном институте. То есть там есть специальная кафедра у них по подготовке инженеров. Я смотрю, ваше фото украшено просто медалями. А что за медали? Здесь у меня медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени с мечами. Это за проведение специальной военной операции на территории Украины. Медаль за разминирование. Участник специальной военной операции за выслугу лет, за доблесть, за службу на Северном Кавказе. Основные мои медали, которые я с гордостью ношу. Работа у нас всегда есть. Для нас каждый выезд, любой выезд даже в мирной жизни является боевой выезд. Потому что мы не можем относиться к этому как к просто какой-то игре. Всегда от нас зависят жизни не только наши, но и жизни мирного населения, то есть окружающих нас людей. Поэтому мы всегда работаем. Для нас война, она своеобразная. То есть мины это для нас противник. Ну вот медаль Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени с мечами мне вручили за задачу, которую мы выполняли в одном из районов проведения специальной военной операции. Задача стояла непростая. Была так называемая дорога жизни. И были перекрестки, за которые постоянно велись бои. Мне поставили задачу выдвинуться с группой, скрытно, малой группой. Все перекрестки эти были приптурены. То есть на технике там появляться нельзя было. Нужно было действовать максимально грамотно. С бойцами мы выдвинулись на данный перекресток. Ну нужно было осуществить минирование. Чем усложнялась задача? Помимо того, что все это было под наблюдением противника, этот перекресток был уже заминирован. То есть там уже находились мины. Ну мины ПФМ-1. То есть слышали все, наверное, такие мины, как Лепесток. В траве их было максимально сложно увидеть. Плюс прошел дождь, грязь. Нам нужно было на этом участке установить противотанковые и противопехотные мины. Мы эту задачу выполняли трое суток. Задача была действительно очень сложная и опасная. Постоянно прилеты по нам. Прилетали артиллерия, работала. В дальномер саперные наблюдал противника. Видели мы прям ихние позиции. Но все равно работали, хладнокровно выполнили задачи. Помимо этого, там мы выполняли множество различных задач. Хочу сказать для людей религиозных. И в подтверждение скажу, что немалую важность имеет наша вера. Каждое утро я читал молитву, когда выходил. Как командир я не мог позволить себе халатность в этом отношении, так как я являюсь человеком религиозным. Я читал Псалом 90-м, живым в помощи Вышнего. И зачастую очень часто нас это выручало. Был один из таких случаев интересных. Шли мы, выполняли задачу, проводили инженерную разведку в составе инженерно-разведывания дозора. По нам постоянно артиллерия противника вела огонь. И в связи с этим нужно было менять временные показатели. То есть мы в разное время выходили маршрут проверять. И откуда ни возьмись, появилась бабушка. Просто появилась бабушка, вышла ребятки, говорит, может поможете, посмотрите. Я тут какую-то деталь увидела. Вот ее припрятала, посмотрите, может она нужна вам. Ну, сказали, да, конечно, бабушка, давай посмотрим. Я и еще двое военнослужащих отошли, получается, с маршрута, с ней вместе. Все в боевом порядке, как положено. Отошли, там оказался люк от Маталыги. То есть нам он не нужен был. Но суть в чем заключалась. Как только мы отошли с бабушкой, в этот момент произошел прилет именно в то место, где двигались, должны были двигаться мы. И вы понимаете, то есть эта бабушка выступила для нас как в роли ангела-хранителя. То есть Бог Всевышний послал нам эту бабушку, чтобы она нас уберегла. И таких случаев было очень много. Бывало, снаряды летели. Я подавал команду к бою, и сейчас я впадал. В двух-трех метрах от военнослужащих падали снаряды и не разрывались. То есть очень-очень много случаев таких было. На Бога надейся, но сам не плашает все равно аккуратность в нашем деле. Но Бог помогает. Мы делаем правое дело, и все будет хорошо. Если бы я там не был, еще бы возникали у меня вопросы по поводу, если там нацизм или нет. Но когда я лично сам доставал с позиции противника, доставал... Мы производили зачистку полностью населенного пункта, то есть мы проверяли все, что там находилось. Литература, националистической литературы очень много. Прям максимально много там библиотека националиста, прям так называется. И передавали это сотрудникам взаимодействующих органов. Местное население в том населенном пункте, в котором я был, постоянно спрашивали, когда, когда, когда вы возьмете уже этот населенный пункт. Общался, да, со взрослым, в особенном населением. Действительно, были у вас притеснения, были националистические эти. Все подтверждали. То есть я максимально убежден в этом, меня не переубедить, потому что я там был, я знаю, что это такое. С подразделения, которое у нас работало, в нашей зоне, это было подразделение Кракен. Они зачастую поступали как нелюди. Бывали такие моменты, что они своих же военнослужащих заваривали в танке. И действительно, наши бойцы, не моего конкретного подразделения, соседнего, доставали из этих танков. Ну, парни от безходности вставали, крутили башни и уже их доставали оттуда, наши военнослужащие. Как часто вам приходится терять боевых товарищей? Боевых товарищей на моем опыте, в моем подразделении, слава богу, не допущено потеть. Да, были подрывы, но люди все живые, целые. Как бы в этом заслуга командиров наших и самих бойцов, потому что не нарушая требования безопасности, действуют как положено. Чем вы занимаетесь в водное время? В водное время? Ну, я увлекаюсь спортом, люблю, хожу в тренажерный зал, увлекаюсь страйкболом, как бы это ни звучало. То есть, я люблю активный отдых, люблю туризм, провожу там, могу в горы куда-нибудь уйти на неделю. Раньше месяцами даже курсы выживания проходил, то есть, любил такие вещи. И сейчас как бы люблю, просто времени всегда хватает на это, но если выдастся возможность, с удовольствием. Как давно в Дагестане? В Дагестане я с мая 2016 года. Задачи выполнял я уже с 2015 года в Дагестане, но на постоянной основе с мая 2016. Инженерная служба никому плохо никогда не сделала, только все во благо. Чтобы люди в безопасности были, чтобы бойцы любых подразделений, для кого мы, могли спокойно выполнить боевую задачу, без потерь. Для нас главная задача это, чтобы люди были живы, не понесли никаких потерь. Я хочу поздравить своих товарищей с наступающими праздниками, пожелаю им крепкого здоровья, успехов во всем, легких боевых дежурств. Желаю всем успешного выполнения боевых задач, без потерь, чтобы все всегда возвращались домой, а дома их встречали родные и близкие. Всех с праздником, без нас никто. Спасибо большое. Я присоединяюсь к поздравлениям капитана Алексея. Желаю всем сотрудникам службы здоровья и спокойных будней. Напомню, вы слушали рубрику в эфире «Росгвардия». Вела ее Камила Макаева. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует...